всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно многие девочки спрашивали как развиваются цветоносы и бутоны уже в помещении когда я заношу цимбидиуму на веранду а последний стрим у нас был 1 ноября и 5 ноября я внесла на веранду всего два цимба потому что у них цветоносики уже были довольно большие чтобы быстрее зацвели это вот этот и покажу сейчас еще вот этот в описании под этим видео будет ссылка какие у них уже были цветоносы кто забыл что можно было соромить это вот за месяц и сейчас расскажу как я их поливаю какие у них температуры тут и вот этот я думала что я разделила лимончик оказался он не лимончик это тигрик я тогда делилась его в общем распотрошила я часть 1 отправила сереже в испанию а свою вторую часть и распотрошила в общем осталось тут 4 бульвы и вот это одна от нее тоже растет продолжает расти новый рост но для вот этого цимбидиума который будет растет только температуры недостаточно и корни у него идут ему конечно днем потеплее посветлее поэтому развивается он медленнее а для светоносов солнца особо уже много не надо солнце надо когда закладываются светоносы и перепады температур а по бутонах уже видно что он реально тигрик вот он и такие полосатые уже а я липкие их не трогала вот так вот за месяц они изменились при каких температурах они у меня тут растут днем 18 но редко редко 19 а в основном где-то 16 17 то есть когда на улице теплее то и тут такая температура я уже много раз говорила я не специально не поднимаю сильно высоко температуру потому что падает влажность тут у нас сейчас влажность 54 процента а температура внизу где они стоят вот я специально вставила в горшок спасибо они у тебя прислала мне такие градуснички их приклеила как на штативчик то есть это тоже как бы для этикетка для растений но такая плотная пластиковая и вот такая сейчас температура внизу 12 градусов на полу где они стоят может быть и ниже температура когда на улице еще холоднее это сегодня на улице плюс 3 где-то плюс 4 ночью 0 минус 1 минус 2 естественно ночью будет может 10 9 8 градусов я не знаю как особо уже не смотрю потому что на улице еще не сильные морозы минус поливаются не очень редко сейчас и поливаю в основном вот они у меня стоят поддонах наливаю туда водичку иногда попшикаю сверху то есть я смотрю на их бульбы если они не морщится то я их и не трогаю потому что тут довольно прохладно для них тоже естественно испарение не сильно так происходит у них и потребность воде тоже удобряю как но тот раз месяц их как все удобряю так и им побрызгают уже немножко и ул очень очень слабые растворы так в основном тоненький сейчас вот такие уже бутончики выросли за месяц то есть я их внесла на веранду ровно через месяц чтобы быстрее развивались и вот за месяц такая вот тенденция у это лекаста я хотела показать цветонос тут сегодня брызгала вчера не брызгала не было времени а сегодня и так слегка побрызгала вчера поливал орхидеи в теплице так ну и мой тигрик один бутон я обломала это мне часто получается все вот надо наверное сейчас закончу и привяжу его поставлю потому что он такой немножко висячие цветы откроются будут еще тяжелее он так ровно хорошо рос пока не начали бутоны наливаться тяжеленькие немножко бутоны и опускают этот цветонос а эти я уже подвязала хочу увидеть эти цветы это будет первое цветение у меня такие не сейчас кирпично таракотовые с какой-то зеленцой красивые бутоны освещение какое у них тут у нас уже пасмурно наверно две недели солнце дефицита на веранду вообще в такое время года у нас не заходит солнце поэтому подсветку вот сейчас я только включила это пятый час даже чуть поздновато это все вот подсветка с утра я им не включаю свет то есть свет особо они не получают можно сказать тем более они стоят на полу цветоносы у этого цимба это гибрид какой-то греческий очень высокие наверное уже сантиметров 50 если не больше так остальные стоят мои тоже вот тут у них вообще темно можно сказать просто очень темно вот можно видеть да в этом углу где стоит и вот тоже цветоносы были почечками цветоносы были почечками вот уже начали показываться бутоны а тут еще вот-вот я у него где-то еще видела цветонос ну вот видно как темно туда это пять часов вечера то есть у них реально короткий световой день цветоносы будут развиваться но намного медленней а я показывала в последнем видео о цветении мой бендробиум паучок вот так он стоит тоже в четыре часа у него уже темно то есть он цветет видно что цветет цветами медленнее все дольше будет свести то есть это вообще такой беспроблемный дендер короткий световой день все равно цветет ну и цимбидиумы точно также развивается только медленнее это все происходит если бы был чуть длиннее световой день хотя бы 10 часов и больше солнца хотя бы было пусть наш короткий световой день но было бы солнце больше или подсветки у них больше то развивались бы конечно быстрее а так то что имеем но ничего нормально сначала одни процветут потом другие процветут ничего страшного что я хочу сказать что если бы у меня было теплее днем ночи нормально и до пяти может опускаться температура главное этот вот момент ночные температуры а днем может быть и 30 они бы уже распустились вот что я хотела сказать а то девочки спрашивать спрашивают не надо им особо в этот момент освещение утепление им нужны перепады температур и желательно даже более прохладные когда их вносила на веранду было не было такого резкого смена температурного режима потому что на я вносила их на улицу когда на веранде тут было практически ну может сразу на пять теплее чем на улице но потом они приспосабливаться стоят и вот такой у нас стандартный режим гуляем на улице потом заходим на веранду на веранде у нас освещение не столько да если бы они на улице стояли у нас все равно света там нету где не стояли солнца нет солнца мало развивается потихоньку постепенно разговаривала недавно с ларисой из испании она же в позапрошлом году пересадила свои цимбы прям в землю у себя в саду они напускали столько цветоносов хорошо разрослись и внезапно у них было в этом году зима такая как у нас дурное лето насыпало много снега и был мороз невысокий но был мороз некоторые цветоносы поморозились но они вычухались очень быстро кстати быстрее в земле вычухались чем мои когда заморозились в горшках и опять стоит цветоносами даже не скажешь что они были заморожены в общем вот так вот коротко как меняются цветоносы какая скорость развития можно сказать до цветоносов и бутонов зависимости от содержания а если бы они стояли на улице туда весны так стояли то есть при таких температурах как а вот они у нее показывает холодно и они такие стоят чуть позже эти зацветут чуть раньше то есть принципе можно манипулировать цветением если есть возможность в условиях если позволяют то если дольше стоят в холодных условиях развивается все медленнее процветут там позже допустим запрограммировать 8 марта или еще какому-нибудь дню а если быстрее надо то более теплые условия в общем не сложные растения обожаю цимбы их у меня немного из-за того что не позволяют условия именно зимнего содержания а на этом все как всегда всем хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока